Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И вместе с вами мы продолжаем изучать книгу Деяний. Сегодня читаем 18 главу. Напомню, что это у нас второе путешествие апостола Павла. И вот до этого он посетил Афины, где, ну, кто как, в общем, в основном скептически. Однако, когда он выступил в Ариапаге, то уверовал Дионисий Ариапагит и женщины по имени Дамарь. А Дионисий Ариапагит потом, согласно церковной истории, стал епископом города Афины. Итак, вот теперь 18 глава. После сего Павел, оставив Афины, пришел в Каринф. А Каринф – это один из таких значимых центров эллинистического мира в то время. То есть и торговые центры там, и, конечно, культурные разные влияния. Итак, вот он в Каринфе. «И найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Вот в этих словах сказано достаточно много такого важного исторического материала. То есть Павел приходит в Каринф, находит тут Акилу и Прискилу. То есть они иудеи, но при этом сказано, что они, по крайней мере, Акил, он родом понтянин. Понт – это вот, как вам сказать, вот если посмотреть на Черное море, на Черное море, ну, Крым получается к северу, да, а юг, сейчас это южное побережье Черного моря, это турецкие территории. Так вот, понт, область понт, она именно вот примыкала к Черному морю с юга, с юга. И вот раньше это была Малая Азия, и Акила родом оттуда, то есть он не из Иудеи, это опять-таки иудеи-расеяния. И вот такие иудеи-расеяния, с ними Павел быстро находил общий язык, потому что он сам родом, ну, из Тарса-Акиликинского, то есть тоже он иудеи-расеяния. При этом Акила, он родом-то оттуда, но жили они с супругой Прескилы в Италии, да, сказано. И вот тут упоминается, что некое такое повеление Клавдия, императора, который повелел всем иудеям удалиться из Рима. Да, действительно, вот если посмотреть исторические данные того времени, ну, например, Светоний, такой историк, и того времени еще, именно того времени, Гай Светоний Транквилл, и он написал произведение, оно сохранилось до нашего времени, о жизни Цезаря, или там о жизни 12-ти Цезаря, по-разному называется. И, в общем, когда он описывает как раз правление императора Клавдия, то там у него буквально такие строки. Иудеев, постоянно волнуемых Хрестом, с большой буквы, но не Христом, а Хрестом, он изгнал из Рима. И вот по-латински имя там не Христос, как вот принято написание, а Хрестус. Вот. И у ученых было очень много споров, что да как. И, в общем, часть ученых, они к какому выводу приходят? Дело в том, что в ранние времена, в латинской части мира, там иногда имя Христианин писались через Е, Хрестианин, да. И, соответственно, где-то могло быть тоже еще неправильное такое озвучивание имени Христа, не Христос, а Хрестус, Хрестус по-латыни. И суть такова, что весть о Христе, она уже доходила до города Рима. И иудеи, которые жили в Риме, они очень бурно это обсуждали. И, может быть, какие-то проповедники появлялись. Вот мы знаем, что когда Павел посещал синагоги, то это сопровождалось бурными обсуждениями, а потом после этих его проповедей иудеи часто поднимали целые такие возмущения, изгоняли, побивали камнями, жаловались правителями. И вот представьте, что ни с того ни с сего вдруг в Риме начинаются вот эти споры бурные. И обсуждают, как относиться ко Христу. И получается так, что до власти доходят вот эти волнения, что они волнуемы по поводу какого-то имени Христа. Ну и просто предписали им удалиться из Рима всем иудеям, чтобы поменьше было споров и возмущений. Ну, как бы там ни было, вот эти Акилы и Прескилы оказались в Каринфе. Павел пришел к ним и сказано, по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Вот это такое интересное упоминание евангелиста Луки, да, у апостоля Павли. Ну, там еще тоже сам Павел где-то он тоже в своих посланиях иногда как отзывается, что я вот вас там не нагружал вот эту общину, а сам своим трудом доставлял себе пропитание. И действительно Павел владел таким ремеслом, хотя он, судя по всему, он был из богатой семьи, из обеспеченной семьи, ему дали хорошее образование, образование дорого стоило, поэтому понятно, что он из семьи обеспеченный, но при этом было распространено в то время, и в общем-то это такое мудрое правило жизненное, что неважно вот есть у тебя достаток или нет, а детей своих постарайся научить какому-то ремеслу. Почему так? Потому что ты же не всю жизнь будешь их там опекать, обеспечивать, а мало ли какая-то изменится обстановка в государстве, да, или кризис экономический, или еще чего, и надо будет обеспечивать себя за счет труда своих рук. Поэтому каждый ребенок должен владеть каким-то практическим таким вот ремеслом. И, ну, уже с юных лет вот они могли становиться подмастерьями, и, в общем, Павел, он овладел. А что это были за палатки? Это палатки для путешественников или для воинов. Ну, поясню, вот римские легионы, они располагались по всем частям Римской империи. И там, бывало, менялись подразделения, и когда они куда-то перемещались, то нужны были палатки и для временного проживания, и, может быть, ну, там, для, ну, на какой-то более длительный срок, вот, чтобы иметь крышу над головой, да. И поэтому труд вот такого делания палаток, он был очень востребован. И Павел, на самом деле, он мог с собой носить только вот какие-то специальные там ножи и шило, а изготавливать весь необходимый материал уже вот непосредственно на месте. То есть это либо полосы таких вот тканных материй, либо там из сукна, шерсти, либо льняные, либо даже из кожи могли это делать, ну, тем более через кожу не будет дождь просачиваться. И дальше вот это все сшивалось там, как-то вот изготавливалось, что, ну, какой-то каркас может быть, и таким образом достаточно быстро можно было соорудить палатку. И воины покупали, потому что им некогда было этим заниматься, ну, или путешественники какие-то. И вот Павел владел этим ремеслом в совершенстве, а также мы видим, что и Акила тоже умела это делать. И вот они вместе так трудились. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. То есть посреди недели он трудился, в субботу приходил в синагогу для проповеди. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Ну, вот тут немножко непонятно, что значит Павел понуждаем был духом. Тем более, вы знаете, когда это же по-гречески было написано, и в древних текстах там все было одинаково с маленьких букв написано. То есть большие буквы, что значит тут? И отсюда возникает духом это как? Некоторые толкования пошли, что это святым духом. Святым духом был понуждаем все-таки свидетельствовать более так вот усиленно, что Иисус есть Христос. Но, скорее всего, здесь о чем идет речь? Все-таки, когда он появлялся по субботам в синагогу, он уже проповедовал. А речь здесь идет, может быть, о его особом воодушевлении духа, когда пришли сподвижники его, Сила и Тимофей. И тогда он с большим горением духом, как бы дух его начинает понуждать его еще больше свидетельствовать, что Иисус есть Христос, спаситель наш. Но, как он не проповедовал, иудеи реагируют следующим образом. «Но как они, то есть иудеи, противились и злословили, то он, отрязший одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на главах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Вот тут интересно, что Павел апостол фактически предсказывает, что ждет иудеев за их неприятие проповеди. То есть, вот они не слышат, и он говорит им, «Кровь ваша на главах ваших». То есть, он как бы проведет, что это противление проповеди евангельской обернется наказанием иудейского народа. И в конечном итоге так и получилось. То есть, пройдет еще каких-то там, ну, около лет, даже меньше, чем 20 лет, лет 15, ну, 15-20 лет, и начнется иудейское восстание, и потом кровь прольется иудеев, и прольется очень обильно. А из-за чего все это, попущено Богом? Из-за того, что не приняли Христа. Не приняли Христа, а потом не принимают тех, кто проповедует о Христе. И, соответственно, иудейский народ оказывается, как бы не выполнившим свою миссию историческую. Поэтому Павел предсказывает, вот, кровь ваша на главах ваших, вот это будет с вами. «А я же вынужден идти к язычникам. И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги». Вот что интересно, что Павел, он вроде бы говорит, что я все, иду к язычникам, я вам больше не буду проповедовать, но при этом он поселяется рядом с синагогой, да, в доме чтущего вот этого Бога по именем Иуста. То есть, получается, хотя Павел очень огорчен в отношении, ну, иудеев, да, тех, кто его же, то есть народы, да, но все время его все равно как бы тянет, вот незаметно даже для него самого, да, тянет где-то поселиться рядом, чтобы проповедовать им. То есть, он мог бы вообще куда-то уйти там подальше, однако же он поселяется рядом с синагогой, то есть, вот что-то внутри все равно его тянуло, и мы из его собственных посланий знаем, что на самом деле он всегда очень сильно переживал. Переживал, что представители его народа, да, иудеи, они вот так отрицают Христа, и он говорил, что я сам был бы готов вот ради народа своего быть отлученным от славы Христовой, да, лишь бы вот люди уверовали и приняли Христа. Поэтому даже когда он в сердцах говорил, что вот кровь ваша на главах ваших, я иду к язычникам, все равно он даже, может быть, ну, сам того не осознавая, старался им проповедовать, и вот он поселился все-таки именно рядом с синагогой, ну, мы понимаем, что раз он там поселился, там он и проповедовал, иудеи его слышали. К сожалению, мы не знаем, кто был вот этот иус, но некий чтущий Бога, да, то есть, человек благочестиво настроенный, конечно же, он тоже принял Христово благовестие. А дальше что мы читаем? Вот это уже важно. Криспо же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из Коринфин, слушая, уверовали, и крестились. А вот это уже очень серьезно. То есть, вроде бы Павел говорит, все, я вас это оставляю, на самом деле нет. И посмотрите, уверовал начальник синагоги, это очень серьезно. То есть, не просто какой-то там вот иудей, который приходил, да, или какая-нибудь иудейская там женщина, иудеянка, а сам начальник синагоги, тот, кто отвечает за все религиозные обряды, да, за чтение писаний ветхозаветных, его звали Крисп, также вот многие из Коринфин, ну, тут уже не указывается, они там были иудеями или язычниками, уверовали и крестились. А впоследствии Павел, кстати, в послании именно Коринфинам, он пишет, что там просто пошли некоторые разделения, я там, Павлов, я там, Аполосов, я Кифин, он пишет, что я благодарю Богу, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаяя. И получается так, что вот этого начальника синагоги апостол Павел крестил лично сам. А в основном, конечно, крещением занимались сподвижники апостола Павла, а главным делом Павла было благовестие, но тем не менее, вот его он все-таки крестил. Да, и тем не менее, ситуация была, конечно, непростая, получается, что иудеи в основном, в основной массе противится. Однако Павел обращает начальника синагоги, и за это вы представьте, вот как могла обостриться ситуация в Каринфе. То есть, что он отнимает у них начальника синагоги, делает его христианином. И тут могло такое возмущение пойти, но тут вдруг происходит вот что. Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. И он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слово Божие. Вот это удивительно. То есть, дается особое явление апостолу Павлу. Конечно, вот чуть раньше, ну как чуть раньше, в тех вот предшествующих главах мы помним, как обращен был сам Павел, да, через чудесное явление Господа, тогда он еще Савл был, вот, потом, значит, он проповедовал в Дамаске, там боялся, и его там на корзине спускали, потом он, ну через какое-то время его благодаря Варнаве тоже приводили в Иерусалим, ну не один раз, конечно, он бывал в Иерусалиме, но из последующих глав мы что узнаем, что вот в Иерусалиме еще до его миссионерских путешествий тоже было особое явление Господа, то есть вот то, что мы сейчас читаем в Коринфе, это уже третье явление Христа Спасителя, апостолу Павлу, и при этом, что тут, значит, это именно ночью, но сказано видение, не сказано, что во сне, то есть, видимо, он молился, да, или что-то, ну, пребывал в каком-то бодрости, и в каком-то вот явлении Господь себя предстает пред ним, да, и его успокаивают, видимо, апостол Павел все-таки чего-то боялся, видимо, он все-таки о чем-то переживал, это мы думаем, что вот он там ходил, всем проповедовал, ничего не боялся, не переживал, а на самом деле нет, душа человеческая, она остается именно человеческой душой, у него там всевозможные чувства, и где-то вот недоумения, страхи могут быть, и Павел через все это прошел, но Спаситель, как бы вот, видимо, пытается развеять его вот эти страхи, он говорит, не бойся, но говори и не умолкай, потому что я с тобою, да, и никто не сделает тебе зла, и у меня много людей в этом городе, а в каком смысле много людей в этом городе, а в том смысле, что, во-первых, есть уже небольшое число, которые обратились, и есть те, кого Господь уже видит, что они обратятся, то есть они еще как бы придерживаются до своего часа, но они непременно примут благовестие, и Спаситель, который всеведущий, всевидящий, он об этом и открывает, Павел, то есть ты не бойся, много, много у меня чат, и они, несомненно, обратятся, поэтому представьте себе, что целых полтора года, год и шесть месяцев Павел проповедует в Коринфе, и это проповедь достаточно такая, ну, получается мощная, то есть по времени это достаточно продолжительно, и соответственно, там действительно была впоследствии одна из таких известных общин христианских, Коринфская община, ну, правда, ее там постоянно штормило, такие вот внутренние волнения происходили, но тем не менее Коринфская церковь была церковью известной. Между тем, во время проконсульства Галеона в Ахаии напали иудеи единодушно на Павла и привели его в предсудилище, то есть, с одной стороны, да, вот ты не бойся, но все-таки испытания эти придется понести, и хоть он и проповедовал полтора года, негодование со стороны иудеев возрастало, и в конце концов его схватили, повели на судилище, а там правил, значит, Коринф, это центральный, считался город в Ахаии, и там находился проконсул, это сенатская была такая, ну, сенатский, центр сенатского правления, то есть, были там непосредственно императорского правления провинции, и там ставились прокураторы, а здесь, поскольку сенатская провинция, то проконсулы, и вот этот вот упоминается Галеон, который, да, Галеон проконсул, он был, как известно, из древних источников, он был родным братом философа Синеки, и Синека отзывался о нем, как о человеколюбивом и рассудительном правителе, ну, конечно, с точки зрения язычника, писал Синека, но тем не менее, значит, вот хватают эти иудеи Павла, приводят при судилище, говорят, к Галеону обращаются, что он учит людей чтить Бога не по закону, ну, понятно, что имелся в виду закон иудейский, закон Моисеев, что вот, мол, он нарушает наш порядок, когда же Павел хотел открыть уста, Галеон сказал иудеям, иудеям, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас, но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами, я не хочу быть судьей в этом и прогнал их от судилища, то есть, Галеон, ну, действительно, в данном случае он поступает рассудительно, почему так, потому что это был религиозный спор, и вот он говорит, ну, разве тут есть какой-то злой умысел или обида, то есть, Павел же, он не является политическим заговорщиком, он не призывает свергать императора, какую-то анархию проповедовать, он никому не причинил никакой обиды, то есть, не украл ничего, никого там не ударил, поэтому в чем его обвинять? Ну, когда вот речь о вашем учении и об именах, о именах, ну, видимо, потому что Павел говорил о Иисусе как Спасителе, как Мессии, и вот эти вот упоминания имен Машиах, Ягашуа, то есть, которые из закона Моисеева, да, из Ветхого Завета, пророчества о Христе и, собственно, о имени самого Христа, то это все не волновало проконсула Галеона, так как оно никак не вписывалось в юриспруденцию римскую, в римское право. Ну, и, соответственно, он прогнал их от судилища, но тут происходит такое обратное действие, некий срыв общественного недовольства уже со стороны язычников на иудеев, и что мы читаем? Значит, он прогнал иудеев от судилища, а все эллины, схватив со сфена начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галеон немало не беспокоился о том. Вот тут надо немножко расшифровывать эту ситуацию. Получается, что там привели иудеи, то есть массовое собрание иудеев, которые возмущаются против Павла, спорят, а эллины, не иудеи, говорят, что вот эти, ну, в общем, эти иудеи нас уже замучили своими возмущениями, волнениями, собираются толпами, на кого-то жалуются, и происходит как бы бунт, ну, не бунт, а начинаются погромы иудеев. По крайней мере, они хватают начальника синагоги, бьют его пред судилищем, но Галеон уже об этом не беспокоится. Вот тут его рассудительность уже как-то не очень проявляется. Почему? Потому что если бьют кого-либо в твоем городе, то значит уже идет нарушение закона, и надо бы проявить участие, а вот Галеон уже не проявляется здесь. Хоть его и хвалил его брат Синека, но мы видим, что тут, конечно, Галеон немножко и не человеколюбивый, и не рассудительный. При этом, значит, какая еще тут такая путаница им. До этого момента упоминался начальник синагоги Крисп, А теперь вдруг читаем, Эллина схватив Сосфена начальника синагоги, били его перед судилищем. Дело в том, что это две разные личности. Иногда кто-то из толкователей говорит, что это одно личность, просто два имени. Нет, все-таки если разобраться в толкованиях, то это все-таки две разные личности. Криспа апостол Павел уже обратил ко Христу, и Крисп не мог уже оставаться как начальник синагоги, потому что нужно было начальнику синагоги руководить иудейскими вот этими молениями, участвовать в ритуалах иудейских, а он христианин, он все, он от этого отошел. Поэтому, скорее всего, Сосфен это был следующий начальник после Криспа. Кстати, Крисп впоследствии стал епископом Игинским, город рядом с Афинами, да, а Сосфен это следующий начальник синагоги, либо же, либо Сосфен это начальник другой синагоги, потому что синагог могло быть две в городе Каринфе, но как бы там ни было, это, значит, два разных лица, и Сосфен упомянутый, которого избили Эллины, вот, судя по источникам, он тоже обратился ко Христу, и апостол Павел его тоже обратил, но в какой момент это здесь, к сожалению, не отражено, однако, когда мы открываем послание апостола Павла Каринфиным, то оно начинается как, ну, примерно, вот своими словами передам, что Павел апостол Иисуса Христа и Сосфен брат Церкви Божией, находящейся в Каринфе, то есть, вот так он обращается, и чуть погодя, он там и пишет, что я не крестил у вас никого сам, кроме Криспа и Гая, то есть, два имени, то есть, как два разных лица, Криспа он крестил, а вот Сосфена, видимо, он не крестил, но обратил ко Христу, и Сосфен со временем стал его сподвижником апостола Павла, и потом, когда пишет Павел Каринфиным, он пишет вместе, как бы, в присутствии Сосфена, который помещает в самых первых строках первого послания Каринфиным. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прискила остригши голову в Кенхреях по обету. Кенхреи – это гавань к востоку от Каринфа, откуда как раз вот они отправились в Сирию, и упоминается острежение головы по обету, ну, имеется в виду Павел и Акила. Это к мужчинам относилось. Ну, тоже вот обычно тут вспоминают как бы обряд назарейства. Почему? Потому что когда давался такой обряд назарейства, то он сопровождался некими внешними такими знаками, не употребляя алкоголя, конечно, особая молитвенная бдительность, особая осторожность, чтобы не прикоснуться к чему-то оскверненному, согласно ветхозаветным правилам, и не стригли волосы вплоть до окончания обеты. И когда уже завершался обет, то тогда стригали волосы. Но дело все в том, что собственно назарейский обряд назарейства, он мог даваться и соответственно завершаться только при Иерусалимском храме, потому что там полагалось принесение жертвы, когда стригались волосы. А тут-то ведь это кенхрея, какой тут храм. Соответственно, вот немножко неясно, о чем идет речь, но вероятно, это был какой-то частный обед, содержание которого нам до конца неясно. Ну, может быть, Павел хотел как бы выполнить некий обед, чтобы его проповедь была более так вот благоуспешна, и Акила в том числе, также, да, вот они выдержали этот обед и остригли головы, то есть что-то вот взятое из ветхозаветной традиции, вот это вначале не стригут волосы, пока обед совершается, да, а потом остригают, когда обед уже выполнен. И, вероятно, вот был выполнен вот этот частный обед, уже христианизированный обед, и поэтому остригли волосы, и вот дальше они отправляются. Достигнув Эфеса, оставил их там, то есть Акилу и Прескилу, когда же они просили его побыть у них доли, он не согласился, ну, имеется в виду те, кто, то есть вначале он, конечно, проповедует иудеям, а потом имеется в виду уже те, кто обратились ко Христу в Эфесе, чтобы он с ними подольше оставался, но он не согласился, а простился с ними, сказав, мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К сожалению, не указано, какой именно это праздник, и там спорят, могла ли быть это Пасха, навигация еще не открывалась, может быть, это не Пасха, а Пятидесятница или еще какое-то, но это все вторичное. И он продолжает, к вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу, и отправился из Эфеса. Акила же и Прескила остались в Эфесе, то есть как проповедники они там остаются. Побывав в Кесарии, Кесарии Стратонова, которая у Средиземного моря находится, как такой тоже культурный центр, побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. Вот так завершилось второе путешествие апостола Павла, и центром, откуда он отправляется и куда возвращается, оказывается Антиохия, Антиохия и сирийская. Ну, видимо, вот этот город, он стал особенно дорогим для апостола Павла, там его хорошо принимали, там впервые появляется имя христиан, да, там не было таких вот иудеев, которые на все реагировали очень жестко, да, город образованный, город более расположенный к христианской вере, поэтому из Антиохии легче было отправляться на проповедь. И читаем, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку, вот начинается так третье уже апостольское путешествие, миссионерское путешествие апостола Павла, проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников, то есть тоже это территория Малой Азии. И тут вдруг, значит, на страницах мы встречаем еще одну личность, очень незаурядную, читаем, «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес, он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова». Вот такая интересная ситуация, значит, появляется у нас Аполлос, впоследствии он, конечно, тоже как апостол будет прославлен, да, такой проповедник знаменитый, то есть не надо думать, что Павел, он, только Павел там трудился, а были многие, и Акилы, и Прискилы, там, и вот этот Тимофей, Силы, и вот тут появляется Аполлос, но что интересно, о нем известно, что он, конечно, из Александрии, а Александрия это город учености, там знаменитая Александрийская хранились и все, а чтобы изучали, там, где собрание книг, там и ученость процветала в Древнем мире, и в Александрии была своя диаспора иудейская, очень, ну, большая такая диаспора, и Александрийские иудеи, они были именно учеными иудеями, уже у них процветало такое вот аллегорическое толкование, иносказательное толкование Ветхого Завета, ну, потому что там вот и Филон Александрийский как раз в то время проповедовал такой выдающийся философ иудейский, и, соответственно, судя по всему, вот Аполлос, он как раз был научен вот этой иносказательной традиции понимания Ветхого Завета, сказано в следующей в Писаниях, а он из Александрии, а как там еще учиться, это именно традиция такого, не просто буквального понимания, а более философского понимания Ветхого Завета. Да, там уже было, конечно, и учение о Логосе, ну, не будем так углубляться, во всяком случае, еще сказано, что он муж красноречивый, обладал способностью красиво и аргументированно говорить. И вот он приходит в Эфес, но оказывается, что он слышал только учеников Иоанна Крестителя, и в принципе он говорил о Господе правильно, но знал только крещение Иоаннова. А это что за крещение? Это крещение, которое символизировало желание человека расстаться с грехами, да, то есть, что не просто вот какое-то ветхозаветное обрядовое омовение, если ты там прикоснулся к чему-то, то в чем отличие крещения Иоаннова от ветхозаветных обрядов? Отличие в том, что значит, вот эти омовения иудеев, они были в том смысле, как ритуальное очищение, что вдруг ты прикоснулся к мертвому, или к чему-то нечистому, и вот нужно очищаться. А смысл Иоаннова крещения в том, что нужно не бояться прикоснуться к кровоточивой женщине, к мертвецу или к язычнику, не это оскверняет человека, оскверняет человека его грехи. И Иоанн как раз свидетельство, обращая взор уже внутрь, что ты старайся избегать блуда, избегать греховных мыслей, обмана и прочее, проявляя милосердие, если у кого две одежды, поделись, есть пищу, подай тоже неимущему. В общем, все, что проповедовал Иоанн Креститель. И, соответственно, его крещение Иоаннова, оно призывало к такой духовной чистоте людей. Вот поэтому Аполлос, слыша Иоанново крещение, он проповедовал правильно, но был наставлен только в начатках пути Господня. И, читаю, он начал смело говорить в синагоге о том, что вот просто ваши ритуалы, они, конечно, да, они исполняете вы вроде закон Моисеев, но это внешнее, а есть внутреннее, то, что относится к душе, к сердцу человеческому. Усклышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А в чем объяснили? В том, что Иоанн Креститель сам свидетельствовал о Христе, говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть, Иоанн Креститель, он как бы такой вот печать уже, ну, как последний пророк Ветхого Завета, и в то же время он как бы пророк, который перешагнул в эпоху Нового Завета, он встречает Христа и говорит, что мне следует умоляться, а ему расти, то есть, Христу. И, соответственно, вот тут вот переход уже к Евангелию, и Акила и Прескила объясняют ему Аполлосу, точнее, путь Господень. И Аполлос становится христианином благодаря Акиле и Прескиле, то есть, не всех Павел обращает, а обращают и другие уже проповедники. Вот так появляется новый благовестник, который пойдет с проповедью о Христе. И, значит, что мы тут... Да, значит, а когда он вознамерился идти в Ахайю, читаем мы, то братья послали в Грецию к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. То есть, Аполлос приходит в Ахайю, где центром являлся город Коринф. И Аполлос именно там больше всего проповедует, соответственно, обличает иудеев, доказывает из Писания, что Иисус есть Христос. И, в общем-то, личность Аполлоса, она была действительно тоже такой ключевой. Судя по посланиям апостола Павла, тоже в первом послании он пишет Коринфянам, впоследствии вспоминает, что, да, там, понимаете, они стали как бы делиться с такой ревностью к своим учителям. И кто-то из них говорил, я там Павлов, да, этот говорит, а я Кифин, то есть, апостол Петра, который, ну, вероятно, тоже его слышали где-то, Петра. А некоторые говорят, а я Аполлосов. И, соответственно, их Павел вразумляет, что мы все Христовы. И он потом и так говорит, что я насадил, Аполлос поливал, а возрастил Бог. То есть, да, Аполлос действительно много потрудился, что есть, Павел насадил слово евангельское, Аполлос уже взращивал его, он дальше утверждал их своей ученостью, поэтому имя Аполлоса, оно тоже внесено вот в лик таких благовестников, апостолов. Вот на этом завершается 18 глава, и дальше мы узнаем, как вот Павел проповедовал и что встречалось на путях его миссионерского служения. На этом мы пока что завершаем. До скорой встречи. Храни вас Господь! Субтитры сделал DimaTorzok